Всем привет, с вами Ростиксон, и сегодня будет обзор нового лаунчпула на Байбит. Мопленд Синдер называется. Байбит Лаунчпул представляет Синдер, токен управления геймифайн проекта Мопленд. Мопленд это первая в своем роде метавселенная для мафии. Можно устраивать разборки, грабить и создавать собственные синдегаты в борьбе за власть. Перед тем, как я расскажу более подробно о самом токене и как участвовать в лаунчпуле, сразу предупрежу вас, что я думаю, что не стоит покупать токен Бит только для лаунчпула, так как токен волатилен, к примеру, вы сможете заработать на лаунчпуле, но потерять из-за того, что курс упадет. Такие лаунчпулы и лаунчпалы, лаунчпады идеальны для холдеров токенов Бит, то есть для тех, кто верит в проект и будут долго держать эти монеты. Период стейкинга с 18 февраля по 24 февраля, довольно долго. Токен для участия это Бит, как все могли догадаться. Сумма стейкинга от 100 Бит до 20 тысяч. Дата лисинга этой монеты 23-го. И один токен равен 0,02 доллара. А также, если вы досмотрели для этого момента, и все-таки хотите участвовать в лаунчпуле от Бабит, но у вас еще нет аккаунта, то вы сможете срегистрироваться по моей ссылке в описании. Во-первых, получить вечную ссылку, а также много всяких бонусов при депозите. Все ссылки я оставлю в описании. А также в описании будет мой телеграм-канал, где часто мое мнение, иногда там... В общем, зайдите, там довольно интересно. Кстати, ремарка, кто может участвовать в лаунчпуле? Только те, кто просли KYC на бирже. Ну, в общем, мы поняли с вами, что... Этот лаунчпул как бонусом для тех, кто хранит токены бит. Особо ничего, многого я от него не ожидаю, но он интересен тем, что это плейт-верн игра. Я тут смотрю... Они скопировали там с какой-то игры мобильной и популярной, но у них зато тут много мафиозных аватаров, которых я не увидел. Играйте и зарабатывайте. Смотрю... Тут, я так понял, фри-то-плей, это интересно. Вот еще интересно, как можно заработать в этой игре. Точильщик, это у меня Google так переводит, это те, кто будут играть в игру, там выполняют какие-то задания. Капиталист, вместо того, чтобы напрямую на публичных рынках продавать, пользователи могут перераспределять с трудом заработанные активы. В общем, я так понял, просто как-то вы будете использовать активы, которые вы заработали. И ходлер, это пользователи могут ходл и ставки активов для дополнительной доходности. В игре для повышения привилегий. А также пользователи могут поставить токен Синдер для участия в комитете по управлению метавселенной. Вот то, что представлено на сайте, игровой процесс мне понравился. Это даже как, знаете, такая средняя игра из Google Play. А для игр скрипты, но это как-то редко. Тут на картинках все красиво, много всяких мафиози. Ну, да, игра средняя, если судить по картинкам, которые нам предоставили. Я не знаю, игра сейчас доступна или нет. В общем, у них тут еще свои нефтишки и куча всего остального. В общем, PlayTorne игра. Интересно, какая у нее экономическая модель. Тут она есть. Но посмотрим, как это все будет на практике. Ну, а опять же, для большинства тех, кто участвует в Солнечпуле, это не особо важно. И просто застекаем токены бит и немного заработаем. Ну, вот примерно так. Спасибо за просмотр и конструктивная критика в комментарии. Записывал видео довольно быстро, как только узнал о самом проекте. Все. Всем спасибо, удачи. Будьте аккуратны. И всегда понимайте, что за каждым действием может что-то последовать. То есть, какие-то определенные риски существуют. Например, токен бит упадет. Или монетка не стрянет. В общем, все вы должны сами понимать.